Большая четверка Большая четверка Большая четверка Большая четверка Ямаха прислушивалась ко всем жалобам И уже в 83-м году мотоцикл получил некоторые обновления Включая новую заднюю подвеску Благодаря чему YZ490 похудел аж на 8 кг И сразу же поехал веселее Что отразилось в этом же году двойной победой Ямаха в 500-м Хакен Картрис завоевал очередной титул чемпиона мира А Брок Ловер стал сильнейшим в серии AMA Мотокросс YZ490 выдавая под 60 лошадных сил максимальной мощности Считался мотоциклом для избрана Играет музыка Играет музыка В 84-м году изменения на модели YZ490 Главным образом коснулись подвески и двигателя На котором был установлен новый 40-мм карбюратор Микони и выхлопная система Также была изменена передняя вилка Рама в месте крепления новой выхлопной трубы И был установлен более узкий топливный бак Чтобы облегчить смещение гонщика вперед с поворотом Также в этом году Ямаха решила вновь изобрести колесо И выпустила новые обода с Z-образным размещением спиц Эта новинка оказалась для инженеров Ямаха серьезным промахом Что вылилось в лопнувшие ступницы на YZ490 В 80-е годы стали переходным периодом для открытого класса в мотокроссе В начале десятилетия 500-ки по-прежнему считались вершиной этого вида спорта Однако к середине десятилетия интерес к мотоциклам открытого класса начал ослабевать В частности в Америке растущий спрос на машины с объемом 125 и 250 кубиков Начал уменьшать спрос на 500 По мере того, как продажи машин класса 500 кубиков падали Он стал менее рентабельным для производителей Которым нужны были огромные средства на разработку и производство этих моделей Например, в 1984 году Сузуки последний раз выпустила свой РМ500 А Ямаха упорно продолжала производить YZ490 с воздушным оклаждением И поддерживать идею привилегированности простоты над производительностью Играет музыка Играет музыка В конце 80-х YZ490 отставала от времени с точки зрения технологий Что влияло на цену Мотоцикл был самым дешевым из всех моделей открытого класса При цене в 3000 долларов он был дешевле Хонда и Кавасаки на 150 долларов КТМ на 700 долларов За эти деньги покупатели получали простой и надежный двигатель Объемом 487 кубических сантиметров с воздушным оклаждением Современную переднюю вилку и незыблемую стабильность в управлении Низы и середина были достаточно неплохими Но наибольшая часть мощности была сконцентрирована в верхнем диапазоне Да, для мотокросса он был немного устаревший Но для веселых внедорожных развлечений это был отличный выбор Да и на самом деле было не так много гонщиков Кто мог реально использовать весь потенциал этого мотоцикла YZ 490 до сих пор имеет много своих почитателей В 1991 году модель была снята с производства А класс 500 кубиков серии AMA Motocross был упразднен в 1993 году Но это был еще не окончательный закат двухтактной модели Так как заводские гонщики Yamaha продолжали свое выступление на чемпионате мира Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok